что друзья это называется ненавязчивая реклама мало того что три книги уже выпущены вот это брошюра еще не все они знают вот она довольно полезная особенно когда я можно даже сложить двое я пробовал карман ехать на поезде на электричке вот это я поэтому и написал удобное для чтения на даче вот многие из вас прочитав подобный материал успевает спасти сад после смертельных агроприемов брошюра 100 рублей 4 брошюры всего 200 рублей можно задарить всех друзей пересылка 100 рублей так вот это а это вот слева фотография это обратная сторона вот такая брошюра я надеюсь пока пока нет да не продал они тогда поехал на украину это качество подарка так надеюсь что все-таки что-то чем-то поможет так теперь я как бы реагирую два человека мне сказали следующее учебу накинулись на этих несчастных фей феи феи меня их назвал да вот я хочу чтобы меня поняли трижды я обращался в этот канал бобер трижды вот побойтесь бога остановите их нельзя так-то ладно есть дебильные приемы я уже повторяться не буду прочтите посмотрите предыдущий вебинар кто не смотрел у кого нет закажите антона сафронова вот есть просто дебильные советы и они тоже вредные очень все-таки остаться без травы сейчас я попробую это немножко как бы сказать пояснить потому что во кто должен не верить она кандидат наука я металлург конечно она она то что она не значит что там черви под землей это и оправдывает я заметил что кандидаты наука они пускают специально да а потом выясняется что они становятся как широким профилем я должен сказать это скандал всесоюзной все российские вот даже на весь мир можно сказать знаете вы как царствует на центральном телеканале малышева знаете что она детей с отсталым развителем а их у нас миллионы в россии назвала идиотами вот конечно шанса уцелеть после этого на канале сложно потому что а я просто привожу эту кассету понеблю что я возмущен я тоже возмущен нельзя так детей называть это подло вот я хотел сказать что когда вот такой малыша вот она ведущая вот эта ведущая да а еще смертельный прям миллион человек по по посмотрите миллион человек так сделаете несколько миллионов деревьев нету это преступление это я оправдываюсь почему я так жестко с ними поступил вот вот я просто привел пример с малышевой почему ну наверное какой-то чего-то кончало может уколы ставить имеет вот раньше терапевту наши уколы ставить не умели их этому не учили даже каких не учили вот этих вот ганечки этих прямого красоту вот русский специалист но в целом она не это все что наделать она знать не может и этому и приказал этот далее готовый сценарий цветочки до выращивать показывают а почему я с вами не согласен госпожа ганечкина и платонова вот смотрите вот это сад я вот я говорю не вам вы все равно смотреть не будете в каком мире живете только не в садовом шутка ли сказать изувечь дерево потом загубить его вот таким еще полить чтобы быстрее сгнило лучше бы тогда не поливали яблони эти довольно выносливые но с поливом то есть смерть а вот это вот мой сада это другая моя только уже почти племянница детская вот я заставил позировать почему видите вот это вот питомник да он совершенно чистый эта трава была из него вся выщипана до последней и сюда перенесена поначалу мне говорили куда положить я говорю между деревьев и вот здесь хороший сноп и это кладовая да вот в целом покосов делается у меня три-четыре за лето вот сейчас один уже сделал трава поднялась до высоты колен так а это пришла пора его косить дело в общем вот жаль что ганечка она никогда не видит этого и платона вот тоже вот но вы это видите объясняю что это элементарные вещи вот вот так а теперь смотрите каком-то там 18 17 веке нашелся умнейший человек человек взял ученый а здесь просто берется горшок и вот ученый взял в этот горшок что-то посадил нет начал с нуля семечка вот он на этот самый растение росло-росло-росло в данном случае не важно как называется сам не помню но это факт исторический а что может быть проще когда выросло довольно солидное по весу растение он его выдернул из горшка а перед посадкой горшок был взвешен он был взвешен и когда выдернули ну наверное очистили корни от этих же самых от земли земля все осталось горшке а сальность корнями был выдернут а земля в горшке а сальность выдернула земля в горшке вся включая то что было на корнях до этого и взвешено потери составили весомое это самое мизерное там речь числа о граммах так буквально там разница практически незаметно то есть при том огромном не огромном но очень крупном растении в горшке осталась земля практически нетронутая взвесили вот скажу примерно соотношение веса растения и потерянной земли все таки немножечко земли исчезла куда-то с горшка перешла в это тысяча к одному и и вот тогда то наука и поняла что все практически одна тысячная только из земли остальное из воздуха а что там воздухе вспоминаем а азот который мы купаемся в азоте вы знаете что у нас атмосфера не кислородная азотная только он нейтральный вот для чего нужно растение перевести эту с помощью фотосинтеза что лекции дальше читать какие это самое поглощение углекислого газа получение кислорода а дальше идет это то что называется телом самого растения все это получается в сумме перевод азота из нейтрального состояния в рабочее вот куда она показывает пальцами в азот который стал каким он стал каким он стал съедобным я уж так образно выражаясь понятно и вот значит этот снимок таким может пригодился три покоса четыре за лето один уже сделал так и в результате получилось следующее получилось что вся трава как вот она легла жирная так и лежит здесь же рядом за ограды трава в три раза ниже там все и косили и вывозили ну точно как бы это сам кормить коров но обратно никто не возвращал виде перегнаем еще можно можно ну скажем есть такое понятие эстетика им кажется что это красиво когда вот так вот что теперь газончик будет то все так вот значит за забором трава в три раза хуже вот а у меня же постоянно урожай почти каждый год а почва не беднеет а я ее много лет не удобрял а я ее не поливаю а я а я а она это самое а за забором травы она то столько жидкая жалко потому что ее косят и вывозят кормить корову далее когда я хозяйчив на острове я это еще раньше впервые я в своей жизни заметил вот у меня я показывал прекрасный вырожай из острова уже даже после пожара и но у меня всегда трава замучила тем что она росла до пояса а за забором там косили 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 и вывозили вот а она то не не знает этого даром что кандидат вот и получилось так что девятьсот девяносто девять частей вот они вот они то есть я не только утверждаю что когда трава растет мы скосили мы освободили естественно что тут же она перестает мешать другой траве то есть может этой же траве но какие-то росточки в середине лета появляются даже осенью помните и получается что плодородие почвы не уменьшается даже с обильным урожаем каким урожаем вы знаете и получается еще что я практически отказался от полива и прочее прочее вот видите вот такая длинная речь но это правда копенка оттуда из этого питомника высыпана и вся в дело а то я когда приехал хутор покупал дачу весной 85 года это же уже вся деревня мне не было тогда фотоаппарата все что с это борьба сорняками как высыпают выпалывают выпалывает и на дорогу колью а почему колью почему на дорогу это как считалось самое ну что ли удобное место для от избавиться от плодородия вот это вот все как кончится им дальше чихать надо они с дерева уже угробили и наконец я скажу следующее еще не все сказал не бывает абсолютных технологий все это я сказал здорово красиво господа друзья садоводы поймите меня правильно значит когда дерево болеет я вынужден делать то что называется исключение с правил вот возможно и она скажет ну что только про меня тут столько плохого наговорил а теперь мою пользу я хочу быть объективным здесь раз больное дерево здесь действительно перевес в листве везде и всюду в коре везде и вокруг дерева повышенная концентрация уже вредных вещей то есть с ними не справляются полезные не справляются вот тут действительно и тли может быть много и муравьи будут ползать которые она ненавидит и убивает их этими прямо как целыми муравейниками вот почему вдруг она права я она должна сказать так так коллега константинович если бы был бы но такого диспута никогда не будет потому что она кандидата я ноль вот поэтому она не она образно говоря она должна была так так вот видите я дерево угробила вот нет не так я его искалечила а вот налетели я поэтому убираю потому что теперь перевес за счет вредных есть такое понятие равновесие природе пищевая цепочка все хромко и друг друга вот и все в порядке а здесь как же больной вот больного дерева надо отгребать только пожалуйста пред не колеси эти деревья теперь да если больной дерево а здесь отгребать нельзя почему девятьсот девяносто девять частей из тысячи это из воздуха это нам подарок судьбы и больше не майтесь дурью потому что у вас подразумевается здоровое дерево значит в это по какой-то причине а потом еще вилами тыкать тыкать ответить вы мне не можете например железо дурак все что он сказал это глупости вот чем больше искалечишь дерево тем она лучше плодоносит а вспоминайте это своей подруге это платона эстетический вид конечно веток нет ооо какая эстетика страшные раны ну все